Система Здравствуйте, дорогие мои! Это канал Заметкин Уминс Мата. И я по-прежнему Сергей Юрьевич. Сегодня тема нашей беседы – продолжение обсуждения рублей 1924 года. Здесь у меня представлены два типа рублей, которые обсуждали в прошлой теме. А именно F1.1 и F1.2. То F обозначает, что это нумерация по каталогу Федорина. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что в правой стороне герба есть на колоске две ости или одна ость. Многие на это не обращают внимания, многие считают это дефектом. И есть особое мнение, которое высказал Дмитрий Юрьевич. Я же сегодня обращаю ваше внимание на другую сторону этой монеты. На этой монете изображен рабочий и крестьянин. Вот у меня монеты обоих типов. Сегодня я вам покажу и расскажу, что такое инкус. Инкус – это следы холостого соударения штемпелей, которые потом появляются на монетах, которые чекаются после этого холостого соударения. Если вы обратите внимание, на обоих типах этих рублей виден этот самый инкус. Вот здесь представлены монеты без инкуза, а здесь представлены монеты со следами холостого соударения, то есть с инкузом. Некоторые называют это дело солнышком, некоторые называют дополнительными лучами, но на самом деле это след противоположной стороны этой монеты. Вот обращаю ваше внимание на промежуток между рабочим и колхозником, а также вот на эту вот сторону. Если говорить про рабочего, это его левая подмышка. Сейчас при макросъемке мы это все дело подробно рассмотрим. КОНЕЦ Ну вот, собственно, и все, что я хотел рассказать сегодня в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду ваших вопросов, комментариев. Увидимся!